Клево всем, друзья! Сегодня 1 марта, всех с первым днем весны, а я приехал на канал с поплывочной удочкой половить карасика. В этом канале есть карась, красноперка, таранка, плотва. У меня будет основа карасика. Все буду делать для ловли карасика. Вот такая 6 метровая удочка, какой-то китаец недорогой. Посмотрим, что получится. Думаю, будет очень интересно. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайк. Так как в планах у меня именно карась, прикормку буду делать тяжелую и даже немного с грунтом. Хотел больше грунта, но очень сыро. Смог насеять довольно немного грунта. Хотелось бы раза в 3 больше. Вода холодная, поэтому думаю, грунт будет не лишним. Хотя, если по теплу, для карася можно было бы смело делать просто тяжелую прикормку и этого бы хватило. Но так как вода еще холодная, рыба только начинает активизироваться, поэтому наша задача сделать прикормку победнее, но в большом объеме, чтобы рыба скапливалась и постоянно рылась, поднимая муть и создавая ажиотаж, выбирая частички корма. Значит, мешать мы будем. Черный лещ. Латва тоже черная, увлажненка. И мотыль увлажненка. Вся прикормка мелкая, будет пылить. В числе вкусных частиц мы добавим немножко мотыля. Буквально немножко, чтобы он был, чтобы рыба искала его, выбирала, создавая муть, поднимая ажиотаж. Для начала добавим немножко воды. Эта земля очень влажная, очень сырая, поэтому в нее мы ничего добавлять не будем. У него никакой влаги. Она и так уже очень сырая. Прикормку сделаем чуть-чуть сначала суховатой. Когда смешаем прикормку с землей, тогда уже будем выводить до нужной влажности. Ну вот, первый этап замеса прикормки, водички, добавки готов. Пусть она раскрывается, настаивается, а мы пока займемся водочками. Рыбалка будет происходить со дна, поэтому мне нужно точно выставить глубину. Сам поплавок у меня огружен так, что если все грузила, включая подпасок, находятся на дном, то антенка погружается относительно тела миллиметров на пять. И большая часть антенка торчит. Таким образом я буду лучше видеть поплевки. Чтобы правильно выставить, мне нужно, чтобы поплавок утонул. Для этого я небольшую дробинку поджал на крючок. Легко потом снять, зато я сейчас начну правильно вымерять. Поставил примерную глубину, забрасываю в точку ловули. Поплавок утонул. Начинаю постепенно увеличивать глубину. Утонул. На данный момент поплавок торчит так, что его тело на несколько миллиметров выглядывает из воды. Это говорит о том, что основные груза у нас поднялись на дном, а подпасок еще лежит на дне. Чуть уменьшаем. Поплавок утонул. А ну проверим, может от обрыв. Да. Тут в месте ловли идет понижение дна свал. Чуть-чуть подтягивая поплавок, антенка начинает торчать. Вот. На данный момент антенка торчит где-то на сантиметр. Если я чуть-чуть на себя подтяну, по свалу вверх, антенка торчит так, как я отгружал поплавок. Значит, в том месте, где сейчас находится поплавок, дробинка лежит на дне, на крючке. Значит, крючок касается дна. Теперь мне... Теперь у меня поводки все по 15 сантиметров. Я знаю, что вот эта глубина... Вот эта глубина... Это... В месте ловли крючок лежит, касается дна. А мне нужно, чтобы крючок лежал на дне. Чтобы точно... Знать глубину в месте ловли... Основную отметку... Я на удочке маркером делаю отметку. Вот эта нулевая отметка... Нулевая отметка... Когда крючок касается дна. Поводок у меня 15 сантиметров. А мне нужно, чтобы он сантиметров на 10 лежал на дне. Чтобы подпасок был поднят. Мы добавляем глубины в районе 10 сантиметров. Сейчас поплавок будет у меня в этом месте тонуть. Поплавок утонул. Теперь снимаем вот эту дробинку. И поплавок должен выйти на нормальную рабочую глубину. Все отлично. Все. Нашли нужную нам глубину. У нас крючок лежит на дне. А подпасок сантиметров на 5 поднят на дно. Но там свал. Поэтому чуть-чуть подтаскивая к себе. Или закидывая чуть дальше. Можешь варьировать. То есть мы ловим на самом, прям на свале. Именно для отмера точной глубины. Чтобы знать точно, где мы будем ловить. Точно выставлять глубину. Поводки нужно делать всегда одну длину. Это нормальная длина. Примерно в среднем, в районе 15 сантиметров. Поэтому и для ловли на поплавок. Очень удобно и правильно пользоваться поводочницами. Рекормка у нас готовая. Она слегка суховатая. Из-за того, что грунт мокрый, сильно сырой. Это нам подойдет. Теперь грунт высыпаем в прикормку. Все это добро перемешиваем. Если бы был грунт не сырой, я бы грунта взял в раза в три больше. Чтоб было хотя бы один к одному с прикормкой. Ну что, готово. В принципе, просеивать я не буду. Все равно буду кормить шарами. Оставлю чуть-чуть прикормки. Для подкорма. Если он понадобится. Карась. Вот это для подкормки. Подкорму мы черезставили. Всю остальную прикормку мы будем выкидывать сразу. Карась. Особенно на ближних дистанциях. Очень осторожная рыба. Несмотря на то, что он без проблем кушает. Прям с кормушек. Поэтому он хорошо ловится. Насоски тому подобное. Он довольно капризен к шуму. Поэтому при ловле на удочке нужно соблюдать максимальную тишину. Бывает такое, что за корм, даже небольшой подкорм, полностью отпугивает рыбу. Она не подходит. Если при ловле на фидер, он привыкает к постоянному шуму, подачу прикормки. Шум, подачу прикормки. И он привыкает и подходит к при ловле на мах. Когда тихо, тихо, тихо. А потом бак, шум. Опять тихо, тихо, опять бак, шум. Он может такое полностью уйти с точки и больше не приходить. Поэтому вот эту всю прикормку мы сейчас выкинем сразу. Сейчас мы будем лепить шары. Из прикормки. Для удобства. Чтобы ему удобно кидать. Шары будем лепить разной плотности. Шарики. И вот эти все шары будем кидать в район ловли. Вот так как у нас здесь вал, будем кидать чуть-чуть ближе. Нам не надо идеально все шары положить в одно место. Забыл. Забыл добавить мотыля. Ладно. Немного добавим мотыля. Сильно много нам не надо. Вот старенький мотыль есть. Был заморожен. А немного мы обязательно добавляем. Чтобы карась, собираясь на точку, его выбирал из всей этой кучи. То есть на вот эту вот огромную кучу мотыля мы добавляем довольно немного. В итоге у нас получится вкусно пахнущее большой объем прикормки с небольшим количеством живого корма. Рыба собираясь на запах, увидя, что большой объем корма. Но есть практически нечего. Она будет стараться именно выбирать вот этого мотыля. Таким образом, ковыряясь в прикормки, поднимая муть. Таким образом, муть будет сильнее звать еще рыбу, создавать ажиотаж. И таким образом, собирая еще больше рыбы. Ну, это в теории. Посмотрим, что у нас получится в практике. Если перед тем, как слепить шар, намочить руки, то эти шары получаются сверху чуть более влажные. И эти шары будут дольше лежать и растворяться. Таким образом, мы делаем шары, которые в разное время начнут работу. Ну вот, шары готовы. Такая вот кучка получилась. И сейчас все это мы будем выкидывать в точку ловли за один раз. Прям идеальная точность нам не нужна. Чуть-чуть дальше, чуть-чуть ближе. У тебя есть специально, тем более там свал. Таким образом, мы будем выкидывать в точку ловли за один раз. Ну вот, закормились. Теперь у нас есть 20-30 минут, пока отпуганная рыба начнет подходить. Спокойно попить чайку и одеться потеплее. Рыбка подошла, поклевывает. Вроде пока все у нас получается. Пробуем дальше. Попадает старанка, попадается карасик. Попадает старанка, и пакет 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 пакет. Ну вот, все. Ну вот, все. вот так красавчик боец раз поклевывает значит все сделали правильно надеюсь клювать не перестанет удочку оснастил основная леска 014 поплавок на данный момент стоит полтора граммовый полторок поплавок полтора граммовый крючок двенадцатом на десятом лодке такой боец боец хорошая караночка хороший убегать такая красавица ты раночка это хорошо мне больше нужен карась карасик небольшой маковая удочка если правильные работать при условии что она достает рыбу очень убойная вещь в принципе со своей подачей легко может обловить фидер главное чтоб достать до рыбы если рыба стоит рядом мы работаем тихо правильно закормили правильно подаем насадку правильно отгрузили поплавок сделали максимально чувствительным получается очень ловистая вещь я неоднократно попадал туда меня на мах я ловил на фидерами на мах просто разделывали в хлам нет даже шансов никаких него другое дело если рыба стоит далеко и маг до нее не достает тогда же так тогда у маха нет шансов легкой легкими удилищами конечно ловить полное удовольствие даже небольшая рыбка доставляет огромное удовольствие отличная погодка вчера целый день поливал дождь сейчас распогодилось выезжали из краснодара тоже моросил сейчас отличная погодка приехали сюда пол восьмого было температура минус 2 уже были прихвачены сейчас же чувствуется плюс ветра нету пол очень комфортно если погода не испортится то будет отлично рыбка есть рыба клюет наша задача и и наловить и ловли на мах также как и ловли на фидер разная игра поджиговка притормаживание отлично сказывается на поклевке рыбы и сюда на вот такую оснастку когда основная 014 поводок 0 1 полтора 2 граммовым поплавком я ловил амурчиков до килограмма в принципе без проблем при правильной ловли на мах в работе всегда используется только одно удилище если правильно оснащенное удилище правильно закормленная точка правильно отгружен поплавок правильно выставленная глубина то будете словом практически всегда если вы достали до рыбы в принципе можно иметь три удилища маховых ловить на одно чтобы в большинстве случаев оказался с рыбой это четверку шестерку и там семерку восьмерку удилищ и в большинстве случаев вы будете с рыбой но при этом ловить сюда на одно удилище на данный момент снастка у меня совершенно классическая для большинства условий под 15 сантиметровый поводок потом подпасок небольшой примерно в районе 15-20 процентов грузоподилности поплавка и примерно в 30 сантиметров 30-40 основная масса грузил это основная скажем так классическая оснастка которая подходит для большинства условий ловли рыбы на точке очень много скопилось льет практически в лед буквально через несколько секунд потом пробовал закидывать и дальше и ближе результат одинаково единственно когда дальше по свалу получается больше таранки когда ближе больше попадает с карасики как огромное удовольствие ловить удилище какое-то китайское даже не могу понять что за название таких даже не слышал но довольно легкая приятный строй концевой сама довольно быстрая а в конце отрабатывают даже не по крупной рыбе отлично не тяжелая я ловлю все равно с подставкой есть такая возможность я не являюсь спортсменом никогда им не был платформа это подарок моего друга александра шугаева саня привете дружище у меня серьезная травма спины и после рыбалки на стульчике могу вообще перестать на какое-то время ходить спина не выдерживает нагрузки а вот именно на платформе я без проблем целый день провожу сессию себя отлично чувствую без всяких нагрева я искал себе какой-нибудь недорогое стульчик думал без куда на что-нибудь купить сейчас такие модели начали появляться я нашел на ebay но саша предложил мне вот свою первую платформу спасибо тебе дружище и сюда класс шикарный да рыбы очень много уже несколько штук попалась сбагренных то есть на точке там просто зверский ажиотаж поверьте маховая удочка с катушкой с толстой леской совершенно не нужно не надо закидывать максимально стараться далеко нужно лучше прикормить рыбу большим объемом прикормки правильно и ловить там где тебе комфортно чем закидывать какую-то даль ставить большие поклевки не видеть поклевки попробуйте половить на вот такие простые маховые удочки и вам очень понравится поклевки видно изумительно если правильно отгрузил я вижу когда чуть-чуть приподнялось рыба приподняла у меня появляется черное тело самого поплывка я вижу рыба взяла и приподняла антенка уменьшилась ночи рыба потянула придавила держит все поклевки видно очень хорошо даже с моим зрением не очень сильно придавил и держит на месте и резко не уходит значит а скорее всего карась таки не антох кайф я тебя говорил ты веришь мне что кайф вот такие экземпляры тараночки попадаются вот что интересно получается стал ловить на чистого мотыля и запарыша пошли карасики отрезал таранку насадкой возможно возможно из-за того что на дне прикормки добавлен мотыль карасик на него реагирует таранки подавай первую очередь опарыша вот уже несколько подряд карасиков поймал и ни одной таранки не именно на чистого мотыля сейчас попробуем чуть-чуть посадить мотылю опарыша карасик забогренный и таранка отошла тоже возможен как вариант зашел массово карась и и отошла таранка тоже как вариант возможен мы проверяем карасик возможно таранка просто за карась отошла классная погода первый весенний день у нас так порадовал погодкой отлично супер все класс карасик да карасик вытащил вытеснул таранку собралась много карася он выписан таранку она стоит выше а на дно опускается реже на белого на белого пара карасика да значит это не мотыль сработал это просто карась вытеснял сейчас ловлю на просто на опарышах и пьют только карась ну что сюда Иди сюда. Тараночка. Хорошая, добротная, азовская красавица. Ну вот, друзья, и половили сегодня. Маховая удочка рулит. Отличная рыбалка. Все получилось, как я и планировал. Поэтому хватило на целый день одного утреннего закорма, который я сделал. И все отлично работало. Карась сразу не зашел. Подходил постепенно. Сначала клевала во всю таранка. В один момент была ситуация, когда я перешел ловить чисто на мотыля. И у меня начал ловиться только карась. Подумал, что именно мотыль нужен карасю. Но, как оказалось, это была небольшая ошибочка. Просто подошел карась и отогнал таранку. И стал ловиться на все. Наживка роли не играла. Белый опарыш, красный опарыш, мотыль, комбинации, клевал совершенно одинаково. Рыбы было много. Стояло очень плотно на точке. Много обогрелось. Пробуйте. Я думаю, и у вас будет получаться. Ставьте класс. Подписывайтесь. До новых встреч, друзья.